Дневной разворот на 101FM Все меняется Десять минут назад Юля пришла и сказала Нет, я буду все-таки с твоей соведущей сегодня Вот такие вот они женщины, ветреные Ты мог бы все секреты не рассказывать Непостоянные Ладно, еще раз добрый день всем Мы ведем сегодня передачу Слава богу вдвоем Два часа, как обычно Немного слов о втором часе Знаешь, мы с тобой будем говорить о подрастающем поколении После 12.05 О том, как его правильно сориентировать на выбор будущей профессии И нас будет консультировать большой специалист В этой области Его зовут Игорь Дубинников Это эксперт в области развития и капитализации людей и компаний У меня уже сходу три вопроса к нему есть Преподаватель и тренер стартап-академии Московской школы управления Сколково Будем ждать его после 12.05 Кстати, я поинтересовался результатами социологических опросов Нашел опрос, который проводился в 2013 году Знаешь, девочки, кем хотят стать Чаще всего отвечают Самый распространенный ответ Нет, кем? Среди женской молодой аудитории Звездой Вот прям так и отвечают Мой вряд будет принцессой Хочу быть звездой А мальчики знаешь, что отвечают? Я боюсь предположить Ну, предположи Это напрямую относится к теме нашего первого часа Предпринимателям Да Девочки звездой, а мальчики бизнесменами хотят быть В настоящее время Вот так вот Ну что же Ну и теперь пора представлять наших гостей У нас вообще сегодня, мне кажется, два часа будут про бизнес Да, по большому счету, да Давайте познакомимся, кто же сегодня у нас в студии Обсуждать мы будем государственную поддержку предпринимательства В частности, новшества в этой отрасли И сегодня у нас в студии Ольга Елгешина Начальник кредитного отдела Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Добрый день Добрый день Так и хочется сразу сказать, дайте кредит Начальнику кредитного отдела Поближе к микрофону, пожалуйста, Ольга И тебе Ольга может ответить Неси залог Неси залог Ручка есть, можно в ручку залог Так, подожди, подожди, Володя У нас в гостях Михаил Пономарев, учредитель компании «Стройся вятка» Михаил, добрый день Добрый день Здравствуйте И Анастасия Шалагинова, руководитель актерской тренинг-студии «Вспышка» Добрый день Здравствуйте Михаил и Анастасия имеют прямое отношение к Кировскому областному фонду поддержки предпринимательства Вы активный заемщик, насколько я понимаю, да, Михаил А вы, Анастасия, проходили обучение или тоже? Ну да, немножко обучение пошло Тоже благодаря Центру инноваций, поддержке малого и среднего бизнеса Но также они мне помогли именно в открытии всего этого Ну вот сегодня, да, будем разбираться пошагово И, наверное, начнем мы с консультаций Это новшество, о котором мы с областным фондом поддержки предпринимательства в эфире еще не говорили С этого года вы консультируете предпринимателей, правильно? Да, в 2017 году стартовало новое направление фонда Это оказание информационно-консультационной поддержки предпринимателей Какие консультации? Фонд оказывает консультации по вопросам финансового планирования Это оптимизация налогообложения, составление договоров для предпринимателей Консультации по вопросам правового обеспечения деятельности Тоже составление различных договоров, соглашений, разработка учредительных документов Также помогает предпринимателям представлять интересы их в суде в случае необходимости Также это консультации по маркетингу и бизнес-планированию, составление бизнес-планов Разработка каких-то рекламных стратегий для бизнеса И консультации по подбору персонала Что является очень важным моментом для предпринимателей Сразу хочется спросить, платные или бесплатные оказываются эти услуги? Все услуги оказываются фондом бесплатно На бесплатной основе Что очень важно для нас и для предпринимателей особенно Потому что каждый рубль, каждая копейка у предпринимателя в наше время на счету А почему вы решили именно это направление работы организовать в 2017 году, консультировать? Почему до этого не консультировали? Как к этому пришли? Запрос был от предпринимателей? Много было обращений от предпринимателей Каждый день мы понимали, что предприниматели сталкиваются с определенными трудностями в ведении бизнеса Особенно это касается начинающих предпринимателей Кто еще только начинает деятельность, кто отработал, допустим, менее года Для них эти вопросы все были актуальны Получить консультацию где-то в интернете, конечно, возможно Но это требует определенных усилий, времени И там масса информации, которую нужно как-то обработать для себя А здесь мы понимали, что если предприниматель задаст вопрос, то ему четко ответят на поставленный вопрос И поэтому было принято решение проводить такие семинары Привлекать спикеров различных для проведения семинаров И отвечать на насущные вопросы предпринимателей Я подозреваю, что вообще у нас с советами, с консультированием профессиональным в городе трудно, наверное А это вот надо предпринимателей спросить, мне кажется Предприниматели непосредственно Михаил, Анастасия, подключайтесь Настя приходила как раз на консультацию Расскажите, в какой момент это вообще с вами произошло? Вы только-только открывали бизнес, правильно? Да-да-да, все верно Я только решила открыть Появилась идея, появилась компания Наша уникальность нашего проекта И надо было открывать А я от всего этого юридического очень далека Никогда не понимала, как Кто вы по образованию, кстати? Я режиссер, педагог Режиссер, понятно С детьми работаю Масаик-затейник, в общем Ну, можно сказать и так Обратилась в именитую такую кировскую компанию юридическую С помощью они взяли деньги Очень было жалко, потому что надо все прям рассчитывать на начальном-то этапе И в итоге непонятно, правильно они сказали, неправильно Нужна лицензия, не нужна И сказали, мы толком не знаем Мы в доп. образовании никогда не работали С такими людьми не сотрудничали Мы вам не можем точно сказать Ну, вроде бы, вы как бы проходите и нормально без лицензии То есть у вас театральная студия И вопрос был, нужна ли вам образовательная лицензия Да, плюс там помогли мне еще там всякие Заполнить первичные документы, которые нужны для открытия Действительно, тоже очень жалко, что тогда еще не знала Что есть у нас такая замечательная поддержка Так что в итоге-то лицензия нужна или не нужна? Вот потом я пришла все-таки за консультацией В областной фонд В областной фонд, но я перепутала адрес еще Пришла в центр инновации Ну и сказали, мы знаем, мы утром обсуждали вашу проблему Они там сотрудничают, видимо, очень активно И даже так через телефон, через других девушек Мне все объяснили Действительно, лицензия не нужна И там очень много документов перерыли Откопали всякие там закончики И гора с плечи у вас свалилась, видимо Да, 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 слава богу Теперь все А скажите, вот Настя, для вас, как для начинающего предпринимателя Для человека, у которого на счету каждый рубль И, наверное, там время свое тратить на то, чтобы вникать во всякие юридические нюансы Насколько для вас важна эта поддержка? Пойдете ли вы еще раз? Да, действительно, вопросы, если накопятся, обязательно пойдут сразу туда Уже не будут тратить ни время свое, ни лишние деньги Каких-то платных компаний И все равно вопросы не так или иначе возникают Причем абсолютно разные Вот, оказывается, я тут не давно узнала, что у меня налоги платить еще вот срочно А я такая, ох, у меня уже пени забежали Предприниматели должны платить налоги Да ладно Я никогда об этом не думала Я-то думала раз в год, а оказалось, надо каждый квартальчик Или как там называется А у вас, кстати, какая система налогообложения? Патентная, патентная Вот мне тоже подобрали патент Опять же, вам спасибо большое Подобрали патент такой, чтобы, если это первые П Первые два года можно было, как бы Ну, государство помогает, можно не оплачивать именно патент Только вот официально Да, это называется каникулы Каникулы, да Это по поручению президента, да Но, оказывается, не все патенты подходят под это вот И вот та компания, сказали мне, не тот патент За который надо было сразу платить А добрая поддержка малого и среднего бизнеса помогли мне То есть, по итогу у вас все было хорошо? Да Вовремя спасли меня Сколько, кстати, вы уже существуете в вашей тренинг-студии? Ну, вот с сентября набор сделан, так с августа мы Документально с августа живем Вы еще совсем малышей Вы на сегодняшний В колыбельке вы еще Да, но уже результаты есть Уже нас на рекламу наших детей зовут И этому мы очень рады Есть какой-то костяк уже Съемки в рекламе, в смысле? Да, съемки, чтобы наши дети, которых мы обучаем Где-то снимались Это очень прекрасно То есть, фонд нужен вам именно в первую очередь Как юридическое Источник знаний Да, потому что я настолько далека от всего этого Да, они помогают всегда Все так конкретно на простом языке Понятном для любого человека Правда-правда бесплатно вот так по чесноку Я вообще удивилась Мне друг говорит Настя, открываешь, иди к ним Только к ним никуда больше не иди Я спрошу так Вань, так это же платно, наверное Нет-нет, бесплатно Я не понимала, какая им от этого выгода вообще То, что им не помогут В мою мозгу просто это не могло уложиться У Михаила из компании «Стройсвятка» Наверное, штатный юрист есть Да, конечно, есть Вы уже большая компания И, наверное, для вас в большей степени актуальны деньги Ну, большая относительная, конечно Смотря с чем сравнивать Но именно от фонда, да Нам более интересны деньги Если сравнивать с «Газпромом» С «Газпромом» чуть поменьше, я бы так сказал Про деньги мы сегодня еще и поговорим Там тоже есть изменения, да, определенные Да, есть изменения Давайте, наверное, сейчас на небольшую паузу прервемся, да Да И буквально секунд через 30 продолжим Государственная поддержка предпринимательства Новшества в этой сфере О них мы говорим в первой части дневного разворота Наши гости, еще раз напомним, Юля Да, Ольга Югешина Начальник кредитного отдела Кировского областного фонда Поддержки малого и среднего предпринимательства И двое этих самых предпринимателей, которых поддерживает фонд Это Михаил Пономарев, учредитель компании «Стройся вятка» И Анастасия Шалагинова, руководитель актерской тренинг-студии «Вспышка» Консультационную поддержку фонд начал оказывать в этом году Юрист, маркетолог, финансист, еще всех перечислил, да? Да Консультации юриста, консультации маркетолога, консультации по финпланированию И трудовому законодательству И трудовому законодательству Консультирование происходит в каком режиме? Личная встреча? Возможность есть онлайн? Возможно, по телефону? Нет? Есть возможность личной встречи записываться, можно на нашем сайте на личную встречу Также есть возможность консультации через электронную почту предпринимателей Консультируют штатные сотрудники фонда? Либо это привлеченные какие-то люди? Привлеченные специалисты, да? Мы привлекаем специалистов как на семинары, так и на консультации Ольга, давайте скажем, где же можно записаться и куда бежать? Записаться на консультацию можно на нашем сайте У нас есть специальный раздел, отдел поддержки предпринимательства И там можно записаться на любой день То есть на главной странице сайта kfp.ru есть раздел для онлайн записи на консультации А сколько активно сейчас записываются предприниматели? Ну, консультации проходят каждый день Самые популярные? Самые популярные консультации Составление договоров Ну, то есть это тоже очень важно на начальном этапе Чтобы правильно наладить связь с поставщиками-покупателями Ну, там какие-то услуги, кто оказывает, допустим, по услугам Также это трудовые договоры То есть как правильно нанять сотрудника гражданско-правовой договор Либо договор трудовой, да, конкретный какой-то на постоянной основе Также это очень важно, как выбрать правильную систему налогообложения Чтобы вот когда у нас Анастасия отметила, что правильно платить налоги Вовремя платить налоги, чтобы не было просрочек А, то есть с вопросами, как откосить от налогов, так вам не приходят? Нет, не приходят Вы в рамках законодательства действуете? Нет, ну, собственно, вот, например, налоговые каникулы Про которые говорила Анастасия до этого Это легальный способ откосить от налогов на пару лет Да? Простите мне мой французский То есть фонд поможет правильно выбрать систему налогообложения Правильно выбрать вид деятельности Чтобы все было в соответствии с законодательством Предприниматели из районов приезжают? Конечно, обращаются А сколько активно? Потому что мы знаем, что в районах, конечно, больше проблем с этим С дальних районов, конечно, приехать не очень у нас легко бывает Поэтому такие консультации можно вполне получить и по телефону, и через электронную почту Кто в городе, кто близлежащий район, они, конечно, приезжают А выездные такие летучие бригады, может быть, собираетесь организовывать? Ну, в планах пока нет В планах пока нет такого, но возможность, если будет спрос, соответственно, будем рассматривать какие-то варианты Сейчас же просто время такое, я думаю, что считаю, что нужно холить и лелеять бизнес, да? Какой бы он там ни был, и всячески его оберегать Ну, вот, собственно, для этого мы сегодня и говорим про такую помощь, потому что далеко не все об этом знают, да? И далеко не все знают, куда обратиться Ну что же, про деньги Сайт назвали? Да, сайт назвали 3wkfpp.ru Форума для онлайн-записи на консультации, она лежит прямо на главной Можно записываться, писать прям свой конкретный вопрос Да, Ольга, юрист подготовится или маркетолог подготовится к конкретной консультации и даст ответы на вопросы человека Ну, а прийти и приехать можно? На Динамовские 4? Да, да, все верно Ну что, к следующему новшеству переходим Сдала экзамен? К следующему новшеству переходим Про деньги, давай про деньги поговорим Давайте про деньги поговорим, что нового именно в финансовой поддержке предпринимателей у вас? Расскажите, пожалуйста Два месяца назад фонд начал выдавать займы до 3 миллионов рублей Это максимальная сумма, возможно, в соответствии с нашим законодательством Мы предоставляем займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 10% годовых Это максимальная ставка в фонде Есть еще минимальная? Есть ставки 9,5% для приоритетных отраслей деятельности И 7% это для тех предпринимателей, которые выигрывают в конкурсе Он ежегодно проводится у нас весной Лучший предприниматель года В разных номинациях их бывает порядка 15-20 сертификатов И те предприниматели получают займ под 7% годовых Ольга, сейчас до 3 миллионов, а было меньше? Было до 2, максимальная сумма была 2 миллиона, она была увеличена до 3 миллионов В связи с чем увеличили? Был большой спрос от предпринимателей, очень много было заявлений письменных с просьбой увеличения суммы займа до 3 миллионов В связи с тем, что 2 миллиона на оборотку, это уже деньги не очень большие Некоторым, конечно, и 3, я понимаю, что мало, но пока мы работаем в рамках действующего законодательства И не можем пока увеличить сумму займа Ну и разумеется, это деньги областного бюджета Это деньги областного бюджета Конечно, и федерального Ну, 10%, 9,5%, 7% уж, конечно, таких ставок в коммерческих банках не найдешь Там намного больше, я правильно понимаю? Правильно, вроде понимаешь, намного больше Михаила, расскажите, вы как активный заемщик Да, Михаила надо по деньги спрашивать Насколько легко или нелегко получить займ в областном фонде поддержки предпринимательства И вы пользуетесь, насколько активно этим? Ну, вообще, первый свой кредит в фонде мы взяли в 2015 году В размере 1 миллиона рублей брали кредит на приобретение канадской линии по производству домокомплектов каркасных домов Что, хватило 1 миллиона рублей? Нет, конечно, не хватило, но, к сожалению, фонд тогда больше дать не мог Остальные средства вложили собственные И второй кредит взяли буквально неделю назад в размере полутора миллионов рублей Его взяли на строительство дома по программе предоставления жилья детям-сиротам в Мурашах То есть вы как подрядчик еще поступаете? Компания строит дома У нас компания называется Стройся Вятка Стройся Вятка Походит на Лейся Песня Стройся Вятка, Лейся Сначала Стройся Вятка, а потом Лейся Песня Да, то есть мы занимаемся производством домокомплектов каркасных домов и строительством каркасных домов Простыми словами, у нас дом как в Икеа То есть человек покупает домокомплект и потом самостоятельно его собирает Причем экономит значительную часть бюджета на стройку То есть нужен только земельный участок Да, нужен земельный участок Где его разместить Да, желания и какие-то средства свои денежные И плюс ко всему мы осуществляем строительство каркасных домов на территории всей Российской Федерации У нас есть построенные объекты в Крыму, в Москве, в Петербурге, Салихарт, Наринмар. Могу продолжать до завтра бесконечно. Ну и вот, собственно, про деньги. Тот факт, что суммы, которые может вам выдать областной фонд, увеличились. Насколько это для вас важно? Это очень важно для нас, потому что, чтобы компания развивалась, мы хотим начать строить многоэтажные деревянные дома. И нормативно-правая база в скором времени будет готова. Например, в Швеции строят восьмиэтажные деревянные именно дома. Соответственно, чтобы была возможность строить такие дома, нам нужно обновить материально-производственную базу. На это требуются большие вливания средств, и даже трех миллионов на него мало. Если фонд увеличил так миллионов до десяти, мы бы были просто счастливы, конечно. Кстати, планы-то есть увеличивать? Запросы есть. Запросы есть. Все зависит от нашего законодательства в России. Как будет? Эти полтора миллиона вы под какой процент взяли как раз? Под десять? Десять процентов. Под десять процентов? Да. Это очень выгодно для вас? Это безумно выгодно. Более того... Для сравнения, в Каверическом банке сколько бы вам... Вот мы недавно брали в одном Кировском банке, там была ставка 15%. И плюс ко всему, еще бы хотел отметить, что фонд может не только сам выдать кредит, но и может поручиться за вас в другом банке. То есть вот мы когда кредит брали, фонд также выступал как поручителем. Соответственно, залога можно предоставить меньше, а сумма закрывается поручительством Минафонда. То есть у них очень тоже удобная услуга такая есть. Сроки возврата кредита, Ольга? Максимальные сроки три года. Три года до трех лет. Да, платежи у нас дифференцированные, то есть проценты начисляются на остаток задолженности, что очень удобно. С каждым месяцем проценты уменьшаются в связи с выплатой к пасному долгу. Приведите, Оля, пример, пожалуйста. Ну, примерно миллион на год я могу привести. Переплата с миллиона в год составит всего 50 тысяч рублей. Так, по-божески, что называется. Ну, то есть по факту, да, так как проценты начисляются на остаток, по сути, даже меньше 10% в год. А с возвратом, кстати, как кредитов предпринимателей в общем и целом? В общем и в целом ситуация очень стабильная, так скажем. Стабильно хорошая? Стабильно хорошая, да. Стабильно хорошая. Оль, расскажите. Динамика положительная в этом плане. А зачем в основном идут? То есть на что берут деньги? В основном деньги берут на оборотное средство. Ну, примерно 65% идет на оборотку. Ну, это очень важно для предпринимателей, закупить сырье, материалы, товар. В последнее время увеличились у нас заявки на приобретение оборудования, когда сумма была увеличена. То есть появилась возможность у предпринимателей обновить какое-то оборудование, обновить, допустим, автопарк, кто занимается грузоперевозками. Купить в собственность недвижимость, потому что все равно на аренде, конечно, это очень невыгодно и дорого предпринимателям. Проще как они поясняют платить вам и иметь в собственности свое помещение. А дать кредит, чтобы предприниматель закрыл другой кредит, вы этим не занимаетесь? Нет, мы таким не занимаемся. Под такие цели вы уже не дадите? Нет, все займы в фонде целевые, целевка проверяется. То есть это все должно быть подтверждено обязательно документами платежными. Перекредитоваться не получится. По времени сколько занимает процедура получения кредита в фонде? Вот последний кредит нам выдали буквально за неделю. То есть с момента звонка, что необходимы денежные средства, до момента уже перечисления на расчетный счет прошло 7 дней примерно. У вас, Анастасия, планы? Так я не знаю, насколько мне известно. Взять кредиты. Займы-то и кредиты, мне кажется, вроде бы я читала, что предприятие, которое уже 3 года. 3 месяца. А, так это я скоро уже смогу и уже участвовать в этой программе. Да, к новому году можете уже. А вы сейчас, Настя, помещение арендуете? Арендую, да, конечно, потому что откуда у выпускницы этого года деньги на собственные? Слушайте, а где вы взяли деньги? Вот расскажите, у вас же какое-то все равно оборудование. Ну, оборудование, слава богу, у операторов что было, там всякие камеры, осветительные приборы. По мелочи закупались, небольшой ремонт помещения сделали. Я напомню, что Анастасия руководит актерской студией, тренинг студии «Вспышка». Вот об этом мы говорим, да. То есть камеры нужны, свет нужен, световое оборудование. Вот камера, свет, все это, слава богу, было у операторов. Они, конечно, мне активно намекают, нам надо вот это еще, вот это, вот это. Так вот активненько меня подталкивают. И действительно, вот я почему-то запомнила, что 3 года, а то 3 месяца оказывается. А компьютеры? Компьютеры они с собой, ноутбуки носят, там монтируют все. Монтируют на ноутбуках. Да, 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 да. А какие были вложения, если не секрет? Ну, порядок цифр. Действительно, аренда на несколько месяцев, затем небольшой ремонт этого, помещения и реклама. А больше я бы не сказала, что там. Такой бюджетненький получился. Ну да, порядок цифр, вот можете примерно обозначить? Все, что вы сказали, я насчитала примерно 200. Даже поменьше. Поменьше? Поменьше, да. Поменьше. Ну вот, 3 месяца, пожалуйста. На консультациях сэкономили, Настя. А вот в том-то и дело, что не сэкономила. Я переделывала то, что уже мне юридическая компания. Не совсем так. Объяснили и сделали. А, так получается, что в фонде все-таки прийти туда и сказать, я тут хочу дело, открыть дейты денег, это все-таки не получится, да? Нужно, чтобы 3 месяца прошло. Нет, это не совсем так, потому что Оля говорила про деньги, да, что могут дать деньги предпринимателю, который уже работает как минимум 3 месяца. А проконсультировать можем начинающего. А, любого? Любого, да. Совершенно. Без какого-то такого? Ну, тут такая история про деньги, потому что кредитные эксперты должны анализировать деятельность, да, обороты и прогнозировать, отдаст ли предприниматель эти деньги. И анализировать нужно на основе чего-то, да, на основе каких-то данных. А консультировать можно и без этого. И все-таки мне еще интересно, да, вот сумма займов увеличилась с 2 до 3 миллионов рублей. Это что, получается, что соответствующая строка в региональном бюджете, что ли, расширилась, подросла или как? Нет, нет. Деньги саккумулированы фондом с 2007-2008 года, ну, года они оборачиваются, соответственно. То есть займы возвращаются, да. Подкопились просто они, да. Да, да, да. 151-й федеральный закон, он говорит о том, что сумма максимально займа для организаций, да, занимающихся выдачей займов, составляет 3 миллиона. То есть мы просто плавно подходили к исполнению данного приказа, увеличивая как бы постепенно суммы займов. Ну, силы-то есть, потенциал-то есть, чтобы, в принципе, увеличивать еще сумму. Будет спрос, я думаю, что будет и предложение. Ну, и федеральное законодательство, да, наверное, сейчас пока все укороется. Давайте, наверное, на этом прервемся, да. Да, реклама, обязательное время для рекламы у нас сейчас. Мы возвращаемся в эфир, это дневной разворот. Обсуждаем мы сегодня новшества в господдержке предпринимательства. Мы уже поговорили о консультациях для предпринимателей, которые оказывает областной фонд. Новшество первое сегодня, да? Да, номер один. Можно прийти на консультацию к юристу, к маркетологу, к финансисту, получить ответы на свои конкретные вопросы, уйти и вернуться еще раз, если появились новые вопросы. Для предпринимателей это бесплатно, это первое и главное новшество, потому что этим фонд занимается с 2017 года. Да, и поясню, что Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, это не какая-то частная структура, это организация подконтрольная непосредственно региональному правительству. Да, совершенно верно, организация инфраструктуры поддержки малого бизнеса, как это принято говорить. Ну и второе новшество, тоже о нем поговорили, это увеличение суммы займов было 2 миллиона максимум, стало 3 миллиона. Что, в общем-то, уважаемые предприниматели, присутствующие в нашей студии, оценивают исключительно как положительную новость. Но вообще наличие доступных денег, это такой вопрос выживания и развития для бизнеса. Нет денег, на что, собственно, развиваться, да, Михаил? Да. И третья тема, которую мы сегодня успеем охватить, это деловое обучение. Я так понимаю, что этим направлением поддержки фонд тоже занимается с этого года? Да, все верно. С 2017 года также фонд проводит семинары. Давайте о них подробно поговорим. Расскажите, Оля, чему уже научили, чему посвящены семинары, какие темы были? За 9 месяцев 2017 года проведено 9 обучающих семинаров. Основные темы это были нематериальная мотивация сотрудников, как правильно участвовать в госзакупках, самопрезентация, финансирование социальных бизнес-проектов, как продавать ВКонтакте, финансовая грамотность. ВКонтакте, в смысле, в том самом ВКонтакте? В социальной сети, да. В социальной сети. Семинар по экотуризму прошел, интернет-технологии для продвижения бизнеса. Данные семинары посетили более 240 предпринимателей. Оля, вычились. Просто нам трудно оценить, много это, мало. Да. Где тут найти, собственно, критерий до оценки? Обратную связь какую-то получаете от предпринимателей? Да, конечно, мы получаем обратную связь. На семинарах всегда полный аншлаг. То есть запись идет, даже вот были случаи, когда, пожалуйста, запишите, да, были моменты. Мы получаем обратную связь от предпринимателей обязательно. Отзывы в основном все положительные. Какие-то организационные моменты бывают, да, но в целом темы семинаров полностью соответствуют тому, что предприниматель ожидал услышать. А почему именно эти темы были взяты? Это, опять же, на основании запроса, предложений от предпринимателей. Ну, вы, наверное, Оля, их спрашиваете, что им интересно. Ну, да, проводятся, допустим, какие-то тестовые моменты, когда мы понимаем, что необходимо. Мониторинг какой-то. Мониторинг, да, мониторинг. И, во-вторых, к вам каждый день они приходят живые ножками за деньгами. Да, общаемся, и поэтому мы понимаем, допустим, что нужно на данный момент. Они задают эти вопросы через день, каждый день. А состав слушателей, посетителей этого обучения, это начинающие, опять-таки, это уже опытные предприниматели? Кто эти люди? Ну, здесь не только начинающие предприниматели. Здесь есть и опытные предприниматели, но которым именно необходимо вот что-то узкое такое, да, вот, допустим, как продавать свою продукцию ВКонтакте. Это такая тема, которая будет интересна не только начинающим предпринимателям, а и действующим так же. Всё, я понял. Так вот, кто учится ВКонтакте-то предлагать всякую, всякие вещи, что очень отвлекает и раздражает зачастую. Что, что тебе там предлагают? Окна, двери? Окна, двери, одежду, аксессоры какие-нибудь ещё, не знаю. Так, так, так. Да, в общем, вы этому научили. А, да, давайте гостей наших спросим, ну, вот, собственно, вам нужно обучение? Это актуально? Анастасия, или вас в колледже культуры всему научили? Ой, до чему? Не будем говорить. Всё хорошо, мы там научили, но немножко вот именно то, что они узконаправлены, это замечательно, потому что также ходила недавно на учёбу от центра инноваций. Да, всё хорошо, да, понятно, но немножко не это мне было, да, да. А тут конкретная тема, и ты понимаешь, если тебе нужно туда, если тебе непонятно что-то в этом аспекте, ты можешь сходить, и действительно, это очень приятная новость. Михаила, вот скажите, вы учитесь? Мы учимся постоянно, ну, занимаемся самообразованием, так скажем. Если бы такие семинары были от фонда, когда мы открывались, мы бы обязательно их посещали, но сейчас... А давно вы открывались, напомню? Мы открылись в 2013 году. 2013, да. То есть, ну, сейчас, наверное, это не так актуально, мы можем фонду помочь, кого-то научить. Мотивация персонала, нет? Мы их мотивируем сами, так достаточно неплохо. Я, судя по выражению вашего лица, кнутом. Ну, и пряником, конечно, не без пряника. Сколько у вас, кстати, персонал, численности? У нас устроено порядка 30 человек в организации, да, то есть это проектировщики, менеджеры по продажам, рабочие и так далее. Ну, долго можно перечислить. Но это все равно, отрасль эта довольно-таки конкурентная, и я думаю, что рано или поздно все равно придется задуматься о том, чтобы получать новые знания, какие-то новые фишки, какие-то именно свои находите, для того, чтобы оставаться впереди. Да, согласен с вами, еще раз повторюсь, да, мы постоянно совершенствуемся, причем перенимаем опыт именно зарубежных коллег, то есть это скандинавские страны, европейские, североамериканские, потому что у нас узкоспециализированная такая тематика бизнеса, и фонду просто тяжело будет нам чем-то помочь, касаемо нашего бизнеса конкретно. Ну, наверное, вот что начинающим, что продолжающим, опытным, наверное, нужны знания всем, просто эти знания, они немного разные. Да, тем, кто уже давно работает, нужны знания поглубже и по специализированию, а начинающим, наверное, все-таки это вот история про маркетинг, история про рекламу, про то, как себя правильно продвигать, потому что на старте от этого зависит, собственно, поток клиентов. Да, Настя? Безусловно. Ольга, а вы со слушателей курсов какую-нибудь подписку о неразглашении берете? О неразглашении выезде. Мы вам рассказали, только вы никому об этом, ни-ни-ни. Нет. Иначе мы останемся без работы, просто этих научили, они пойдут научат других друзей, коллег и так далее. Мне кажется, что Ольга никогда не останется без работы. Вот давайте еще поговорим о том, что планируется. Я знаю, что ноябрь-декабрь у вас запланированы семинары, Оля, проанонсируйте, пожалуйста. Планируется проведение еще четырех семинаров до конца 2017 года. Это управление продажами, продающая упаковка, маркетинговое исследование своими силами и e-mail маркетинг, как заставить ваши ссылки продавать. Управление продажами это CRM, правильно, да? Да, 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 CRM. А спикеры, это кировские люди или вы их привозите из других городов? Я более человечное слово произнесу. Преподаватели. Преподаватели. Учителя, да, кто, собственно. Ну, спикерами мы их называем, да, все верно. Есть кировские спикеры, есть и приезжие, да. А как можно записаться на семинары, где отслеживать информацию? Записаться также можно на сайте на нашем, на главной странице, как и по консультациям. И вся информация у нас, текущая, там появляется регулярно. Запись когда начнется именно на ближайшие семинары? Когда она откроется? Ну, наверное... И даты-то сейчас можем вообще озвучить? Не можем пока озвучить даты, к сожалению, да, потому что нет точных дней, но это точно будет ноябрь-декабрь, то есть этот год. Вот всем предпринимателям, наверное, можем посоветовать следить за обновлениями на сайте фонда. Я думаю, что там будут обязательные анонсы и ссылки на регистрацию. Да, все верно. А, кстати, среди предпринимателей много таких, кто регулярно приходит к вам? Постоянный клиент, что называется? По консультациям. За деньгами или за знаниями. А я имею в виду в общем и в целом, да. И за деньгами, и за знаниями. За деньгами, конечно, у нас есть постоянные клиенты, кто кредитуется с 2009 года. Нет ограничений по количеству выданных, полученных кредитов? Нет, есть ограничения только по сумме. То есть они должны закрывать определенную сумму, чтобы получить следующий займ в пределах лимита. То есть нужно соответствовать здесь не определенным критериям, а так, если соответствовать, то получать сколько угодно раз. Конечно, сколько угодно раз. Можно и два раза в год, можно и три, если при этом закрыта часть займа. А что касается обучения? По консультациям и обучениям также, конечно, есть те, кто возвращается снова, задает новые вопросы, посещает все семинары наши. кому все интересно, то они, конечно, приходят. У нас осталось еще 4 минуты. Хорошо. Просто я хотел еще маленький вопрос. По поводу обратной связи. Поясните, вы говорили, что все-таки обратную связь получаете, но подробнее. Как вы отслеживаете? Вы приходите потом непосредственно к этим людям? Они анкеты заполняют. Они заполняют анкеты, свои контакты оставляют. И в дальнейшем мы, допустим, их информируем о каких-то наших новых продуктах, семинарах, этих же консультациях, то есть нашими клиентами уже становятся. Все, теперь ясно. Хотела еще про выставки задать вопрос. У нас осталось 3 минутки. Наверное... Выставки, которые организует фонд поддержки предпринимательства? Не совсем организует, да. Есть федеральные выставки, на которые кировским предпринимателям фонд помогает съездить. Это федеральные отраслевые профильные выставки. И вот Михаил был на одной из них, да? Правильно? Да, совершенно верно. Оплачивается дорога? Оплачивается... Нет, не дорога. Участие в выставке. Оплачивается участие в выставке. Площадка, собственно, на которой. Просто все федеральные выставки, это очень недешево. Я знаю, да, конечно. И взять там какой-то свой собственный стенд, ну, это достаточно тяжелая ноша, поэтому фонд приглашает предпринимателей на региональный стенд. И вот Михаил ездил на выставку... Деревянный дом, 2017, в этом году... Соответственно, дом вы с собой увозили, наверное. Ну, дом увезти, к сожалению, не удалось. Приехали сами и рассказывали, что мы делаем. Ну, вообще, правда, вот мы были слегка в шоке, что фонд может свозить на такую престижную выставку бесплатно. На подобной выставке мы были в 2014 году самостоятельно, и за место в 4 квадратных метра мы заплатили 180 тысяч рублей. Ого! А по времени сколько в этом присутствовали? Три дня проходит выставка. За три дня 108 тысяч рублей. 180. 180, да. Это, ну, деньги достаточно немало, и фонд, представляете, бесплатно возле туда предпринимателей. Через нас прошло огромное количество народа. Вдохновившись вот этим потоком людей, мы открыли филиал в городе Москве, заключили несколько договоров общей выручкой на 8 миллионов рублей. И заключили дилерское соглашение с московской компанией. Ну, тут детали сделки раскрывать не могу, коммерческая тайна. В общем, это все благодаря фонду поддержки предпринимателей. Но, в общем, эффективность, она очевидна для вашего бизнеса. Более чем очевидна, да. Давайте еще тогда в конце, Оля, проанонсируем, где можно найти информацию об участии в выставках. Тоже на сайте. Также на нашем сайте, да. На нашем сайте. В ближайшей этой выставке мы... Осталась одна выставка в этом году, это «Зимняя сказка ладья». Она проходит регулярно. Это для производителей народно-художественных промыслов. Каждый год она проводится в Москве. В декабре... Вы сейчас уже пакуете чемоданы. Да, практически там уже все, уже определен список участников, уже готовятся. Наши умельцы традиционно представлены на этой выставке? Ну, да. Или впервые все-таки поедем? Нет, почему? Каждый год принимают участие. А что именно возим? Давайте перечислим. Какие изделия? Дырковская игрушка. Матрешки. Капа корня. Матрешки на лиз? Да. Шкатулки из капа корня. Капа корень. Лоза. Плетеные всевозможные вещи. Да, плетеные изделия из лозы. Из Кирова-Чепецка у нас предприниматели ездят регулярно. Поделки наверняка. Поделки различные. Игрушки всевозможные. Да, деревянные игрушки. Это только выставка или выставка продажи? Все-таки там могут еще и реализовать люди. Сколько я понимаю, это только выставка, потому что, видишь, это же федеральная такая история. То есть это не ярмарка выходного дня на театральной площади. Но в любом случае можно договориться, затем на контакт. Цель там это заключение каких-то договоров, да, новые контакты найти. Давайте, наверное, закругляться, нас уже поджимают новости. Нас Мария Кожевникова уже свой ноутбук принесла, сейчас новости будет читать с него. Спасибо большое. Я думаю, что для многих оказался эфир этот очень полезным. Я надеюсь. Да. Получили новую информацию. Мы знаем прекрасно, что среди наших слушателей предприимчивых людей немало. Благодарим наших гостей. Ольга Елгешина, Михаил Пономарев и Анастасия Шалагинова. Удачи вам в бизнесе. Спасибо. А мы вернемся в начале следующего часа. И в личной жизни хочется добавить еще. Винни-пух. Молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова